Глава Дагестана с рабочей поездкой посетил сразу три района Южно-Сухокумск, Тарумовский и Кизлярский. В рамках визита Абдул-Атипа встретился с активом населения, где обсуждали развитие сельского хозяйства, налоговые сборы и социально-экономическую ситуацию северной части республики. Хаджат Мазгарова расскажет подробнее. Город Южно-Сухокумск зарабатывает в основном за счет добычи углеводорода, однако в последние годы в самой северной точке республики начали активно развивать агропромышленный комплекс. В перспективе строительства ряда объектов тепличного комплекса на 20 гектаров, мини-завода по убою скота, предприятия по переработке овечьей и козьей шерсти. Для нас важно возродить в городе собственную переработку, добиться проявления производства товаров, которые будут востребованы на рынке для решения еще указанных задач. Сегодня ведется переговоры с потенциальными инвесторами. Рост налоговых отчислений даст возможность региону дополнительные возможности для финансирования социальных проектов, в частности, городу нужна новая больница. Врачи сетуют на отсутствие условий для работы и нехватку кадров. Однако с собираемостью налогов в муниципальном образовании не все так хорошо. Вместо ожидаемых 35 миллионов рублей собрали лишь 29. Чтобы была проверена вся работа больницы и программу первоочередной, что надо сделать для улучшения. Дело даже не в главвраче, может быть, уже исчерпала, сама среда исчерпала себя. Поэтому наведите порядок. Развитие сельского хозяйства, налоговые сборы и социально-экономическую ситуацию обсудили также в Тарумовском районе. Руководство республики недовольно работой местной администрацией. Глава района получил ряд замечаний, среди них также низкая собираемость налогов. По данным специалистов, более 94% земель обрабатываются, однако урожай не столь высок, что говорит о нерациональном использовании земель. Если муниципалитет не будет самостоятельно развиваться, то средства из республиканского бюджета он получит по остаточному принципу. Через месяц, чтобы было доложено пошаговая программа развития Южно-Сухокумска и Тарумовского района. И доложить на активы, чтобы глава доложил. И три месяца даю главе на то, чтобы начать работу. Если нет, значит надо уходить. Соседний Кизлярский район демонстрирует стабильный рост экономики. Производство сельхозпродукции за год здесь выросло более чем на 100%. В частности, увеличились численность поголовья скота и производство молочной продукции. Посажено более 40 гектаров садов. Средняя заработная плата жителей Кизлярского района существенно выше показателя по республике в целом. В Кизлярском районе наибольшей степени радует, что люди заняты, люди знают, чем занимаются, люди видят, что сделали, люди видят перспективы. Государство должно везде контролировать и помогать, оказывать содействие, защищать людей. В этом функции государства. В преддверии 8 марта глава поздравил с праздником всех женщин районов. Грамоты и именные часы получили особо отличившиеся работницы, в числе которых учителя, руководители предприятий, доярки и медработники. Хаджат Мазгарова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.